Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала! Вы на канале на кухню Любани, а значит, у нас Коля в гостях на нашей кухне. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, давайте этот ужин рядом вместе. У меня есть одна очень легенькая такая простая дейка, но для начала я, как всегда, спрошу. Коля, ты с нами? Да, Любанин, всегда с вами. Я работаю, работаю, и работы не боюсь. Ничего. Если правый бок устанет, я на левый повернусь. Но ты работяга, ну ничего, ты заработал, ты уже на пенсии, тебе можно. Дорогие наши, такая супер идейка очень простая, наверняка многие знают, а кто не знает, посмотрите, а может это просто вспомнить, знаете, обновим в памяти. Что понадобится? У меня сковорода уже на плите, 4 столовые ложки растительного масла, уже греется, чтобы не терять время. Значит, основные ингредиенты, это вообще-то вот это вот мясо. Что это за мясо, дорогие мои? Это куриные желудки. Здесь их 700 грамм. Знаете, у меня есть такая привычка, я думаю, что неплохая. Бываю в магазине, вот смотрю там куриные желудочки, взяла, я не бросаю их сразу в морозилку, такие сырые. Я обязательно их отварю, и уже в отварном виде завернула и положила. Это очень хорошо вам будет, как находка, и выручит, вот когда надо быстренько что-то, как говорится, сварганить на луже. Потому, ну что ж, будем варганить. Вот эти желудочки отваренные, вот так вот меленько нарезанные, вот они, видите, сейчас отправляю на сковороду с растительным маслом и на сильном огне постараюсь обжарить до румяности. Потому, ждем, все покажу. Итак, смотрите, вот так слегка подрумянила, да. Здесь главное даже не так подрумянить, как выжарить с них влагу. То есть, видите, осталось одно растительное масло, а влаги нет. Это очень важно. Теперь отправляю сюда же мелко нарезанные таким кубиком две такие хорошие, средние луковицы. И немножечко обжарим до прозрачности. Итак, смотрите, лук дошел до нужной кондиции. Видите, стал даже такой вот поджариваться кое-где. Не будем не нарушать традицию. Надо сразу к нему отправить морковь. Большая морковь натерта на крупную терочку. Вот смотрите, как много. Это очень важно, потому как морковь в этом блюде придаст свою нотку. Это сладость. Перемешиваем и тоже обжариваем. А пока ждем. И так, смотрите, вот так вот обжарила. Вот видите, вот тоже так хорошенько морковочка. Она маленькая, такая стала. Видно, что обжарила. Теперь отправляю один большой помидор, нарезанный вот таким вот меленьким кубиком. Кожуру я не очищала. Я так вот отправляю. Если у вас нет такого помидора, может быть, у вас есть в томате помидоры, знаете, кусочками. У меня просто закончились. Или же, если нет ничего, тогда добавьте одну столовую ложку томатной пасты. Хорошенько перемешиваем и еще обжарим пару минут. Ну, не пару, а пять минут. Итак, дорогие мои, обращаю ваше внимание. Смотрите, как хорошенько все обжарилось. Так, и пупки под той желудочке подрумянились, и морковка. Все короче, как надо. Немножечко посолила, поперчила, и больше ничего не делала. Теперь смотрите, на мою семью недостаточно 400 грамм вот таких вот макарошек. Макарон, такие вот спиральки, да? Высыпаем. И теперь, Коля, не волнуйся, сырыми кушать не будем, потому что у Коли такой, знаете, перепуганный вид. Ничего страшного не бойся, я сама боюсь. Теперь заливаем водой, обыкновенной водой, не кипяченой ничего. Заливаем так, чтобы покрыло макароны. Вот, смотрите, мне достаточно для моей сковороды, по-моему, литра. Сейчас посмотрю. Да, я думаю, достаточно вот так. Пока не перемешиваем. Наверное, даю еще чуть-чуть, чтобы так на пальчик было больше, сейчас даю. Не перемешиваем, ставим. Доводим до кипения. Делаем маленький огонь и накрываем крышечкой. Покипит так, ну, потомится, но должно так слегка кипеть. Минут 5-10. Тогда возьмите и перемешайте. И еще там 10 минут. Вы посмотрите, когда макароны будут готовы. Потому что макароны разные. А есть там твердых сортов, нетвердых. Тут уже надо пробовать. Поэтому ждем, я покажу, что получится у меня. Хорошо? Итак, ужин готов. С пылу жару. Смотрите, какая вкуснятина получилась. Вот, смотрите. Ой, ой, ой. Перемешиваем. Морковочка отлично. Знаете, это как своего рода такая подливка. Ну, водичка там вся выкипела. Вот, Коля, вот так покажи. Вот туда вот видно, что воды нет. Там только чуть-чуть такой. Значит, в процессе тушения я почти в конце уже добавила грамм 30-40 сливочного масла. Ну, это для вкуса, вы же понимаете. Хотите добавляйте, хотите нет. Значит, кушать можно со всеми соленьями. У нас сегодня со соленьями некому было сходить. Мы пойдем больше. Вот же подвал. У нас там есть что взять. Ну, я попробую просто так. Я думаю, тоже вкусно. Давай. А я расскажу. Практичный совет для наших зрителей. Давай. В гости нужно заходить неожиданно и дерзко, чтобы хозяева не успели спрятать ужин. Дорогие наши, аромат обалденный. Можете добавить любые специи. Ну, что сказать, желудки отварила отлично. Так что, знаете, как вата. Макарошки сварились. Смотрите, как они вот выглядят. Видите, целенькие все, вот не разварились. Но обычно не развариваются. Хорошие макароны не развариваются. Вот это в виде подливки. Вот морковка и лук. Потому советую вам готовить. Кто не готовит, советую приготовить. Один приятель рассказывает второму. Ты знаешь, моя жена села на диету и стала отдавать мне ужин. С тех пор мы и стали с ней врагами. А я думала, не может встать. Села на диету, не может встать. Дорогие наши, значит, ужин супер. Наверняка вы знаете. Кто-то не знает. Кто-то просто делал, когда-то она вспомнит. Именно с желудочками неплохая идея. Еще можно сделать с сердечками куриными. И не только куриные. Главное, вот знаете, купили, отварили и лежат. Потом раз, оп, вот они есть. Теперь такая минуточка, минуточка внимания. Дорогие наши. Значит, у нас есть на канале маленькие видеоролики. Как они называются, Коля? Рейнекс. Это называется Рейнекс. 15 секунд, это реклама к основному ролику. Вы видите, как будто бы ничего. И получается так, что это не мы выбираем. Это, знаете, выбирает нам Ютуб. И получается, что везде кушает. По-видимому, Ютубу тоже нравится, как я уплетаю. Либо это не важно. Я не за это. Потому не обижайте, что так получается. Это раз. Во-вторых, там написано, использовано видео с... Вот смотрите, и там прям на видео, под видео там такая крупненькими буковками написано. Нажимайте, переходите на наш канал, на полное видео. Видите нас, Коля. Коль услышите меня, видите. И там рецепт. И, соответственно, все, что вы хотите. Потому не обижайтесь. Советую вам, как сказать. Ну, знаете, Ютуб все же идет вперед. И вы должны идти вместе с Ютубом. Потому, как сказать, учитесь. Мы учимся. И учитесь. И вы добренько. Там еще внизу экрана может быть, не может быть, а есть. Квадратная фотография. Можно на фотографию нажать. И тоже попадаете на полный ролик. Но лучше нажимать. Использовано видео с канала там. И все такое. Ну, я думаю, что мы с вами научимся. Это не очень сложно. Это просто надо знать. Дорогие наши, рецепт там поделилась? Поделилась. Все, что хотела, сказала. Сказала. Очень вкусно, поверьте. Кормите своих, свою семью. Своих знакомых. Своих друзей. Своих родителей. Кого увидите, кто приходит, тех и кормите. Быстро и вкусно. Заходите на наш канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки, если не жалко. Пишите комментарии. А самое главное, дорогие наши, будьте все здоровы. Будьте все счастливы. Мирного неба. И вам, и нам, и всему, всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания.